Трудовые книжки у нас обсуждали с 2008 года, электронные больничные с 2009 года, у нас каждый год какие-то идеи и все на этом. С 1 сентября 2021 года мы вообще можем всецело перейти на безбумажный режим. Законопроект прекрасный, хорош и для работодателя, и для самого работника. Мне кажется, даже многим людям будет жалко своих трудовых книг, они хранят это даже в виде сувенира, что вот действительно такое наглядное подтверждение проработанного времени. Данный закон предусматривает две новые формы работы. Это дистанционная и надомная. Их не стоит путать, они немного отличаются. Здравствуйте, я приветствую жителей Одессы, Одесской области. Меня зовут Марина Аксенова, а сегодня у нас очень важная тема для разговора. Недавно министром цифровой трансформации было анонсировано введение с апреля 2021 года проекта, по которому регистрация и снятие с регистрации места проживания будет происходить в электронной форме. С одной стороны, это шаг к цифровому будущему государства, а с другой, это еще одна интернет-плоскость, где будут содержаться конфиденциальные данные, что не может не волновать наших граждан. Особенности нововведений нам прокомментирует юрист, депутат Одесского районного совета, представляющий политическую партию «Оппозиционная платформа за жизнь» Лада Рыбалко. Здравствуйте, Лада. Здравствуйте. Вот мы действительно сейчас очень плотно столкнулись с тем, что наступает на пятки цифротизация, диджилизация, диджитализация и так далее. Появились вот нововведения, в частности, начнем с регистрации и снятия с регистрации в электронном виде. Ну, говоря простым языком, это то, что мы называли прописка. Прописка, совершенно верно. То есть как человек теперь, вот с учетом таких нововведений, может прописываться, либо выписываться? И что из этого, чего нам от этого ждать? Регистрация места жительства в электронной форме, это, в общем-то, не новая идея. Она витает в воздухе у нас еще с 2018 года. И вот в декабре 2020 Кабмин принял такое постановление, согласно которому у нас внедряется экспериментальный проект. К слову, еще один, наравне с Е-паспортами электронными. Ну, вы когда говорите опять какой-то эксперимент, уже сразу настораживает, потому что проблему с электронными проспортами люди уже с этим сталкиваются. В общем-то, да. То есть у нас с этого апреля 2021 года должен заработать в тестовом режиме этот вот экспериментальный проект по регистрации в электронной форме. На самом деле у нас частично этот проект работает. Мы сейчас можем поставить на учет, снять с учета детей до 14 лет, и также новорожденных мы регистрируем в портале Емалятко. Но относительно других категорий граждан такой возможности не было. Теперь в тестовом режиме мы начнем регистрировать свою, грубо говоря, прописку. Сейчас мы уже не можем этот термин использовать, но мы все его понимаем сами. Как это будет происходить? Нам государство теперь предлагает вносить все изменения, выписываться и прописываться заново онлайн, не выходя из дома. Путем регистрации в портале ДИА, всем нам известного, теперь мы просто подаем онлайн заявление. Оно несложное, небольшое. В нем указываем свой конкретный определенный адрес, по которому прописываемся. Оплачиваем административный сбор, опять же онлайн, то есть очереди в кассы нам больше не грозят. И таким образом в реестр заходит информация о нашем месте жительства, касаемо адреса. Сейчас бытует мнение, что нам этот проект дает какую-то альтернативу, мы можем вписать любой адрес. На самом деле нет, даже без надзора какого-то органа за нами, ЦНАПа, паспортного стола, мы подтверждаем место регистрации определенным образом. К примеру, если вы регистрируете место жительства и сами являетесь собственником жилья, по которому прописываетесь, то эта информация, конечно, должна совпадать с нашим всем известным державным реестром Правдонархома Майно, где все числится о нас. И система получит эти данные из реестра и подтвердит вам вашу регистрацию. В случае, если вы снимаете квартиру, проживаете у родственников и так далее, то автоматически подтверждение не пройдет. Тому собственнику, настоящему жилья, придет подтверждение в виде ссылки, и он подтвердит вашу регистрацию. То есть, в принципе, это процесс, который будет автоматизирован и от нас не будет зависеть. Вы знаете, вы коснулись сейчас как раз той темы, которая очень волновала людей. Потому что, ну да, допустим, человек там сдает в аренду кому-то свое жилье, этот человек там регистрируется, а потом, вы знаете, как у нас может быть, каким-то образом еще и эта недвижимость может потом стать не твоей. Вот это очень важно. Как уйти, как избежать вот этих вот механизмов мошенничества в таком случае? Ну вот здесь интересно. Наше Министерство цифровой трансформации, с одной стороны, говорит, что мы полностью уходим от штампа в паспорте, все переходит в эту систему, и мы избавляемся от пережитка советского времени, с другой стороны, говорит, что это полудекларативный способ повествования государству о нашей прописке. Полудекларативный предусматривает, что это далеко не обязанность, а право. То есть, например, те граждане, у которых нет ID-карт, у которых паспорта в виде традиционных книжечек, они не имеют доступа к ДИИ и не могут зарегистрироваться там таким образом. То есть, эта система, как минимум, рассчитана уже не на всех, и защитить может также не всех. О аренде, о которой вы говорите, действительно, у нас сейчас довольно-таки масштабный теневой рынок этого всего, потому что граждане не хотят регистрироваться как визлицо предпринимателя, и сдавать в аренду, платить налоги за это, у нас все сдают просто в аренду, и все. Этого избежать никак не получится до тех пор, пока система не будет адаптирована абсолютно для всех граждан. Пока у нас все не перейдут на ID-карты, пока все не обязаны, будем регистрировать свое место жительства. И, к примеру, министерство, о чем оно говорит? Оно любит ссылаться на разные цифры. К примеру, говорится о том, что у нас около миллиона сейчас граждан вообще без прописки, и каждый третий у нас не по месту жительства. Ну, то есть, зарегистрирован в одном месте, проживает в другом. Касаемо второго, это понятно. Многие люди учатся, работают в других регионах, проживают у родственников, снимают и так далее. Но касаемо вот этого миллиона граждан, очень даже это не красит нашу страну, потому что это получается, что у нас миллион нарушителей. Ведь за неуказание, неосуществление прописки у нас предусмотрена админответственность. То есть, гражданин, когда снимается с учета, он должен в течение месяца перепрописаться по другому адресу. Если он этого не делает, для него по 197 статье КУАПа наступают предупреждения в случае повторного нарушения штраф. То есть, мы получаем, что у нас около миллиона нарушителей, причем вводим эту систему в тестовом режиме. Она рассчитана только на ту часть, у кого ID-карты. Мне кажется, что такой проект, если и внедряется, то пусть где-то лет пять пройдет. А вот скажите, может быть, нужно было начинать все-таки с того, чтобы у всех были, допустим, те же электронные паспорта для начала, вот ID-карты, как вы говорите. А у нас как раз-таки нет обязанности такой. То есть, если у вас заканчивается срок 25-45 лет, нужно поменять лет фото, и вы пропускаете срок. Либо если 16 лет, в общем, получаете паспорт новый, только ID. Но если у вас старый и нет причин его менять, то вы не обязаны. Никакого лимита, каких-то сроков, дедлайнов в этом нет. И вот, получаем то, что часть граждан может у нас и завести e-паспорт, и получить там электронную трудовую книжку без проблем, потому что будет на портале ДИА, и, к примеру, воспользоваться вот этой электронной регистрацией. А часть граждан нет. И в этих законопроектах, когда они только заходят на рассмотрение, не указывается, как быть с теми людьми, у кого нет ID-карт, у кого нет электронных цифровых подписей. Ведь далеко не каждый делает этот электронный ключ. И далеко не у всех в смартфонах есть эта самая ДИА, и, может, она не всеми нужна. Поэтому любой проект, он будет иметь шанс на успех только, когда адаптирует все государство к нему. Какой смысл тогда вводить это сейчас уже, если не готова страна, не готовы граждане, к тому, чтобы оно действительно было рабочим вариантом? Да, на самом деле, на мой взгляд, эта система, она хороша и жизнеспособна для тех, у кого есть уже какие-то приспособления в виде тех же ID-карт. Ведь это возможность, не выходя из дома, все получить, оплатить, получить любую справку и так далее. Это также возможность избежать каких-то манипуляций на тех же выборах. Вот нам всем известны случаи, скандальные истории на местных выборах, на любых выборах, в общем. Когда в одной квартире может быть прописано 50-100 человек, и все голосуют на одном участке, вроде как. Так, теперь же, если система будет автоматизирована, все будет проходить через реестр, который будет, в свою очередь, иметь доступ к другим реестрам, подтвердить эту информацию, мы эти фальсификации сможем исключить. То есть идея, конечно, хорошая, она правильная, но тогда нужно оцифровывать все общество, а не только ту часть граждан, которые, грубо говоря, там, младшие или продвинутые и так далее. Поэтому это на то и тестовый режим, что он тестовый. Мы только начнем с апреля этим пользоваться. К примеру, местное самоуправление должно будет завести определенные реестры территориальных громад, ведь от этого местные власти отталкиваются. Отталкиваются, да, сколько нам нужно школ, сколько детсадов, сколько больниц, сколько определенных учреждений, отталкиваясь, какое у них население в этой громаде. И такие реестры должны будут существовать при помощи IT-системы Держмигративной службы, вот, но, опять же, в тестовом режиме. И, к слову, министерство анонсировало уже, что с 1 сентября 2021 года мы вообще можем всецело перейти на безбумажный режим, и чиновники, если мы к ним обращаемся с какой-то услугой, не будут иметь права требовать от нас бумажный документ. Это вообще-то очень интересно. Нам анонсировали это очень давно. А законопроекта еще нет? Ну, они говорят, что с 1 сентября, вот, это точно будет законопроект. Насколько мы готовы к тому, чтобы с 1 сентября это было? Вот, допустим, у нас те же ID-карты, они уже введены давным-давно, но к этой ID-карточке, маленькой, очень даже удобной пластиковой карточке, нужно вносить большой лист, который, ну, я не знаю, ламинировать, так он и в сумочку не влезет. А что делать? Он и истрепался, и так далее. Смысл тогда в ID-карте, если нет приспособлений, которые читают, то регистрацию, которая там заведена. А для этого, чтобы исключить этот момент, у нас на прошлой неделе тоже было принято в первом чтении законопроект о том, чтобы е-паспорта те же приравнять к бумажным, бумажной версии. Что это предполагает? Наши ID-карты, вот, когда мы регистрируемся в портале ДИЯ, мы можем их оцифровать, скажем так, и будет электронная версия. Но поскольку этот проект также был экспериментальным с прошлого апреля 2020 года, когда, ну, это временный проект, что е-паспорта действительны всегда и везде. Это было не так. У нас многие учреждения не принимали, не имели устройства для считывания, да? Так они и сейчас не имеют. Вот. Но поскольку многие уже установили, говорили, что где-то 5 миллионов людей уже пользуются этой идеей и е-паспортом, назрела необходимость узаконить этот термин вообще электронный паспорт. И этот экспериментальный проект перерос в законопроект, где у нас четко уже есть обяз, грубо говоря, любого органа принять электронный паспорт у вас в смартфоне. И теперь, когда второй чтение он пройдет, мы сможем и на почту за отправкой своей прийти с е-паспортом, со смартфоном, банковская операция, подтвердить свое совершеннолетие в магазине, админуслуга и все тому подобное. То есть, если вы теряете телефоны, вы ваши глаза... Теряете как будто все, да? Вы теряете все, да. Тут есть как-то так, не очень доверяешь этому, потому что... Да, как и любой системе, конечно. Это касаемо всего. То есть сейчас, например, еще одна интернет-плоскость, да, электронная система, это тот же сайт, который можно взломать, которое не исключено, не санкционированное втручание, да, поэтому доверять, не доверять, не могу сказать. Естественно, это риски. Но мы сами с вами прекрасно понимаем, что большинство данных, которые мы хотели бы скрыть, уже в интернете давным-давно. У нас миллион почт, миллион приложений по банкингу и так далее. В принципе, мы уже всецело в этой электронной системе. Просто еще один официальный сайт, скажем так. Ну, идея хорошая. Просто этот тестовый режим, я так думаю, продлится ближайшие несколько лет, аж пока мы не адаптируем к этому всех наших граждан. А каким образом все-таки нас могут обезопасить? Насколько можно доверять тому, что ты отдаешь все данные, ну, даже паспортные данные и так далее, даже регистрацию, ну, даже, вы говорите, вот там в интернете везде засветились, но мы там не даем свои адреса, мы не даем там свои телефоны, допустим, где-то. Это зависит от того, сколько средств будет вложено в эту систему безопасности. Мы понимаем, что, наверное, столько же, сколько в разработку самой системы, потому что обезопасить ее – это отдельный пласт работы, средств и людского ресурса, который будет в этом задействован, именно обезопасить систему, любую. Даже если мы ее обезопасим, к примеру, да, портал, на котором мы декларируем свои доходы на ЗК, бывает такое, что сайт просто лежит и не работает. Мы не имеем права доступа, иногда пропускаем из-за этого наши сроки какие-то, получаем свои изыскания и так далее, потому что просто, ну, какой-то вот, ну, дефект работы системы. Это даже не то, что проникновение несанкционное в систему, просто это не исключено. Это все компьютер, все машина. Поэтому, насколько от этого мы сможем себя защитить, это зависит от средств, вложенных в эту систему и от периода, сколько оно у нас начнет, как бы, работать. Это же все не в единой части. Ни трудовые книжки электронные не вводят в один момент, а есть переходной период. Ни е-паспорта не были сразу введены, да, в обиход. Это все время, и, как по мне, проект хороший, потому что все мы знаем, как выстоять. Раньше была очередь в паспортный стол. В СНАП, конечно, попасть легче, но это все равно надо выйти, надо пойти в этот СНАП, получить номер в электронной черзе, потом оплатить через кассу, принести свой талончик об оплате и так далее. Делать это из дому, естественно, легче. Поэтому всем бы советовала переходить на ID-карты и получать электронные цифровые петпосы. Вот и в Украине узаконили сейчас электронные трудовые книжки. Вы о них сейчас как раз только затронули эту тему. Давайте расскажите нам, пожалуйста, подробнее. Каков механизм и вообще что это нам принесет? Плюсы и минусы, скажем так. На прошлой неделе у нас вообще, прошлая неделя в Верховной Раде прошла под знаком цифровизации общества. Много было принято интересных актов, в частности, и закон уже был утвержден во втором чтении. То есть все, мы уже к этому пришли. Что он предполагает? Совсем скоро мы перейдем действительно из бумажных трудовых книг на электронные. Ну не сразу, а на это нам предусмотрено 5 лет переходного периода. Законопроект прекрасный. Хорош и для работодателя, и для самого работника. Для работодателя чем хорош? Это как минимум сокредит его расходы на весь бумажный документ и оборот. Ему не нужно будет хранить в архивах, в кадрах огромные талмуды, огромные склады личных дел и тех же трудовых книг. Это во-первых. А для сотрудников это вообще целый ряд преимуществ, как я вижу. Ну, во-первых, это нивелирует потерю трудовой книжки, поскольку мы их можем и потерять, и физически повредить. Мы знаем, на предприятиях бывают и пожары, и потопы, и часть документа уничтожается, повреждается, их восстановить очень сложно и долго. Или предприятие перестает функционировать. Конечно. Ищи потом эти трудовые книги. Так это все будет реестр, электронный реестр, в который будут заноситься данные через веб-портал пенсионного фонда. Как работодателям, так и сотрудникам теперь. Мы также имеем теперь к нему доступ. Это бесперебойный доступ, который у нас будет всегда из этого второе преимущество. Что, к примеру, если в старые трудовые книжки мы вносили только сведения о месте работы, дату, когда зашли, номер приказа, дату, когда уволились и так далее, то теперь в этих электронных персональных картах у нас будет храниться информация о месте работы, о трудовом стаже, о страховом стаже, об образовании, квалификации, многих вот этих вещах, которых раньше не было. И мы можем получить бесперебойный доступ к этому, получить любую справку, не идя в пенсионный фонд и не запрашивая ее лично в бумажном виде. Это занимает 5 минут через личный кабинет. Это уже, как минимум, большое преимущество. В-третьих, это снизит манипуляции самого работодателя по отношению к сотруднику. Ведь мы знаем случаи, когда мы хотим покинуть место работы, а работодатель нас таким образом может задержать, не отдавать нам документы, не отдавать трудовую книжку. Теперь же это просто реестр, у вас есть постоянный доступ к нему. И четвертый момент, это, конечно, плюс для вычисления социальных выплат, зарплат, пенсий. У нас есть какие-то автоматические алгоритмы, которые действуют вне зависимости от человеческого фактора. Там ошибиться нельзя. Как что начислять, за что и так далее. Как это будет происходить в ближайшие 5 лет? У граждан будет и бумажный вариант, и электронная система. В первый раз, когда данные будут вноситься в этот реестр, например, работодатель должен будет приложить туда оцифрованную копию трудовой книжки. И дальше он ее не обязан сохранять у себя, когда данные перенесены. Сотрудник либо может потребовать, чтобы ему отдали ее на память, грубо говоря, либо может требовать вносить туда 5 лет, все дублируя сведения. Вносить об успехах работы, о разных переводах и так далее. То есть может заставить работодателя ввести оба варианта. Такое тоже есть. А касаемо рисков, естественно, есть риски. Данный законопроект даже скептически был воспринят и в Верховной Раде главным научно-экспертным управлением, которое по всем законопроектам делает выводы. А почему? Потому что эта система довольно масштабная. Это огромный пласт работы, который требует компьютерного, программного обеспечения глобального. И, естественно, определенных людей на местах, рабочих единиц, которые будут это вносить. Я хотела спросить, а кто это должен вносить? Ведь если я вношу, то я могу внести все, что угодно и сделать 150 ошибок. Это не исключено. Людской, человеческий фактор, он всегда есть. И здесь машина, это система, не система. Естественно, он не исключается. Но благодаря тому, что мы тоже имеем доступ теперь, только используя электронную цифровую подпись, опять же, мы можем проверять корректность данных и делать запрос об их исправлении. То есть, как мы привыкли, трудовую книжку отдали и увидели ее через лет 15, грубо говоря, на храницу работодателя. Теперь же в любой момент зашел в свою систему, в свой кабинет, посмотрел, сколько у тебя там проработано лет, правильно ли у тебя зарплата, одночисленная за каждый месяц. Это все можно потом корректировать. И манипуляции, различные там мошенничества работодателя исключаются. А касаемо рабочих единиц, конечно, как я себе вижу, это должны быть определенные люди в отделах кадров, не сам работодатель, руководитель будет это вносить, а которые будут заниматься исключительно этим. Ошибки не исключаются, но их, опять же, можно исправить, но это отдельные люди. И, как мне кажется, многие, это в основном касается старшего поколения, у кого ни ключей нет, может, компьютеров даже нет. Так интернета нет? Интернета нет. Возьмем сельскую местность, где это проблематично. Если эти пять лет вопрос не станет, когда у нас и та, и та форма действует, то через пять лет такие люди столкнутся с большой проблемой. Им нужно будет постоянное сопровождение, к примеру, только на месте работы. Они пришли, у них в офисе есть такой человек, который может им все оформить. И все. И доступ они будут иметь только на рабочем компьютере. А если эта работа не связана с компьютерами, да? В законе это мало о чем там прописано по поводу таких людей, у кого нет возможности. Но, опять же, мне кажется, за эти пять лет, наверняка будут внесены какие-то еще поправки, какие-то, возможно, вспомогательные подзаконные акты будут приняты, в которых это также предусмотрят. А, возможно, и обяжут всех получать. И ID-карты, и электронные цифровые пидпосы. Возможно, и обяжут. Скорее всего, потому что за каждый теперь документ нужно будет заплатить, опять-таки, сумму денег определенную. То есть тут трудно сказать, что это больше, куда мы идем? К светлому будущему, либо к очередному такому завуалированному налогу. Либо мы строим цифровое общество и подразумеваем все общество, либо мы просто внедряем какие-то проекты избирательные, которые рассчитаны на молодое поколение. Это тоже неправильно. Если цифровое общество, то тогда адаптируем ко всем. Например, обязываем всех оформить. Вот какие-то паспорта, ID-карты. Обязываем всех получить ключи, чтобы ни у кого не было отсутствия возможности. Чтобы все могли все посмотреть, зайти в любой реестр, о себе всего почитать интересного. И не надо для этого ждать священную справочку в течение 10 дней из пенсионного фонда, за который надо прийти, отстоять очередь и так далее. То есть, естественно, это все шаг вперед, но упирается в финансы, затраченные на это, и упирается в видение государства, полной цельной картины, а не определенной части, пласта общества. Вы верите в это, что есть видение государства, а не определенное? Вот, допустим, когда вы затронули тему молодежи, я понимаю, человек, допустим, заводит первое рабочее место, он заводит электронную трудовую книжку, и тогда вот уже, собственно говоря, вот отсюда можно откатывать. А если у каждого там проработав шоу, 50 лет трудового стажа, вот такая вот уже эта трудовая книжечка, где море печати, исправление, исправленному верить и тому подобное. Это все должно переноситься в электронную систему корректно, чтобы потом, например, если этот человек, например, пенсионного возраста делает запрос в личном кабинете, чтобы он видел, сколько у него лет всего насчитано корректно. Мне кажется, даже многим людям будет жалко своих трудовых книг. Они хранят это даже в виде сувенира, что вот действительно такое наглядное подтверждение проработанного времени. Скорее всего, такие люди будут истребовать эти трудовые книжки домой, потому что работодатели, в общем-то, не обязаны их хранить. Ну да, мы к этому будем переходить еще несколько лет, далеко не сразу, естественно. Хорошо, еще затронем одну тему. Мы говорили вот еще о том, что есть нововведение. 4 февраля Верховная Рада приняла закон, который регулирует вопросы дистанционной и надомной работы. Каким образом вот это будет все регулироваться, запоминаться, фиксироваться? То есть вот этот механизм. Раскройте нам, пожалуйста, Нина Ильич. 4 февраля Верховная Рада окончательно приняла закон, который устанавливает правила игры, назовем это так, который усовершенствует правоотношения между работодателем и сотрудником на удаленке. Законопроект этот разрабатывался в том числе из-за карантинных ограничений, из-за ситуации, с которой наше государство столкнулось, что где-то 30-35% всех сотрудников ушли на удаленку, должны были уйти на удаленку и работать вне офиса. И теперь мы можем действительно узаконить такую категорию сотрудников. Мы ведь понимаем, что очень многие работают в таком формате. Данный закон предусматривает две новые формы работы. Это дистанционная и надомная. Их не стоит путать, они немного отличаются. Дистанционная работа — это та, которая предусматривает открепление полное от любого какого-то рабочего помещения. Выбор помещения на свой страх и риск самого сотрудника. Это выбор своего рабочего времени, варьирование рабочего графика. Все упирается в сотрудника. При этом сотрудник сам себя обеспечивает инструментами, оборудованием, всем необходимым, условиями, естественно. Все полагается на него. То есть на него даже не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, каких-то еще документов обязанностей, потому что он сам по себе. И в принципе варьирует все, не спрашивая работодателя. Дистанционная работа предусматривает, что можно и совмещать, работать где-то очно, и совмещать с такой вот работой в удаленном формате. Но трудовые договора, которые будут заключаться в таком формате работы, должны содержать оговорку, что это дистанционно, либо надомно. Разве что дистанционная работа у нас не разрешается на предприятия, где беспрерывный режим работы, или где особо опасные условия работы. То есть там специфика предприятия это предусматривает. А надомная работа отличается тем, что сотрудник крепится к какому-то рабочему месту. Возможно, это не офис, возможно, это домашний адрес. И уйти с этого места и его изменить без согласия работодателя нельзя. К примеру, если у вас место надомной работы, это ваш домашний адрес, то это ваше рабочее место. И отлучаться с него на протяжении рабочего дня нельзя. В противном случае, если вы отсутствуете там 3 часа к ряду в день без уважительной причины, это даже расценивать можно как прогул. И потом иметь основание расторжения договора трудового с вами. Кроме того, уже в надомной работе работодатель обязан предоставить вам все условия, оборудование, инструменты, все, что вам необходимо. Допустим, даже по вашему домашнему адресу. И чтобы удостовериться, что у вас все на рабочем месте есть как нужно, даже могут отправлять к вам делегацию из предприятия. Представители профспелковой организации, профсоюз также приходит, осматривает ваше рабочее место даже по вашему домашнему адресу. Это очень интересно. В целом, очень удобно то, что и надомная дистанционная работа предусматривает, что работодатель ознакомливает сотрудника с правилами, коллективным договором, различными там еще нормами, без обязанности приходить в офис. Все в дистанционном режиме. Дистанционный инструктаж. Можно подписать те же правила, ознакомившись своим электронным ключом. Не исключается, естественно, видеосвязь. Все происходит, раз уж работа удаленно, то и вот эти организационные моменты тоже удаленно. И это очень вообще-то хорошо. Ладно, для чего вообще это все делается? Какая разница? Ведь, допустим, работодатель знает, что вот у меня этот сотрудник работает дистанционно, и, в принципе, по КПД он оценивает, работает он с ним дальше, либо не работает. Для чего это делается? Разделение, надомный, ненадомный. Разве что только вот место, само рабочее место определяет, и все. Смысл в этом. Мы столкнулись, на самом деле вот... Люди сидят, изобретают, пишут законы, разрабатывают, выносят. Для чего? Закон для чего вообще нужен? Чтобы регулировать те общественные отношения, которые существуют в обществе. А общество у нас динамично. Оно постоянно развивается, постоянно что-то выходит новое, как вот карантин. Мы все ушли на удаленку работать по телефону, там по интернету. И законодательство тоже должно быть гибким и адаптироваться к нашим реалиям. Наши реалии таковы, что завтра объявят локдаун, мы тоже засядем дома на месяц. И даже предоставить, там, предъявить нам претензию, что мы на связь с работодателем не вышли, а должны были, у тебя же рабочий день, нам нельзя, потому что это не дистанционная работа. А дистанционная предусматривает, что как раз-таки у нас 40 часов рабочих в неделю, 8 в день, и есть время для отдыха, когда ты имеешь право не выйти на связь и не взять телефон. Тебе ничего за это не будет. Казалось бы, это мелочи, но каждая такая мелочь – это основание для расторжения договора, для объявления вам взыскания, выговора и так далее. А трудовые отношения – это вообще противные отношения, когда каждую мелочь можно расценить как какое-то нарушение, если захотеть. И таких правил игры не было. А теперь мы понимаем, что если завтра локдаун, мы с вами отправимся домой работать на телефоне, по интернету и так далее, и в наших трудовых договорах будут внесены изменения, что в случае форс-мажора мы переходим в такой-то формат работы, мы точно будем знать, в какие часы мы не должны отвечать на звонки, чтобы наш рабочий день не был с 10 до 5, а стал круглосуточным, потому что ты же дома сидишь, что ты там вообще делаешь, и вечером работаешь, и ночью. Но ты же дома, вроде как ты же отдыхаешь. На самом деле можно, грубо говоря, в пижаме засесть дома с утра до вечера, не вылезать под одеяло с ноутбуком, потому что задача сыпется. Эти правила нужно прописать и урегулировать. Для этого, в общем-то, и поклыкано законодавство, чтобы урегулировать то, как мы с вами живем. Поэтому идея, в любом случае, все эти, которые мы с вами обсудили, это шаг вперед. Возможно, да, в тестовом, в каком-то экспериментальном режиме, но это как минимум какой-то шаг, потому что трудовые книжки у нас обсуждались с 2008 года, электронные больничные с 2009 года. У нас каждый год какие-то идеи, и все на этом. Мы сейчас переходим уже к каким-то постановлениям, а от них к законопроектам что-то даже принимаем. И это, как минимум, уже очень хорошо. И, возможно, да, есть надежда на светлое цифровое будущее в этой стране. Я думаю, что еще одну тему мы с вами, наверное, обсудим уже в следующий раз, потому что невозможно за минутку, которая у нас осталась, обсудить тему с электронными больничными. Тут тоже очень много нюансов, но с другой стороны, я так понимаю, что вы целиком и полностью, и как юрист, поддерживаете вот это направление. Это одно, наверное, из немногих позитивных направлений, которые власть принесла. Единственное, что волнует, это конфиденциальность в первую очередь. И те люди, у которых нет возможности зарегистрироваться, нет того-того-того, как быть с ними. Это огромная часть наших граждан, которых также хочется бы вывести в цифровое будущее. А пока непонятно, как это будет работать. Но конфиденциальность на первом месте, естественно. А хакерские атаки? Конечно. Не рухнет ли все? Вот. Трудовую книжку можно потерять, бумажную, да? А рухнет система, вроде как потеряли все. Есть, естественно, риск. Но, с другой стороны, кто не рискует, как мы знаем. А то напьемся шампанского, если рухнет. Надо пробовать, надо стараться, надо брать примеры зарубежных государств. Кстати, Е-паспорта, мы чуть ли не одни из первых в мире их ввели у себя. И вроде как позитивно на это граждане отозвались. Но, опять же, не везде принимают. На каждую какую-то позитивную идею есть сопротивление. Но, я думаю, мы на правильном пути как-то с этим разберемся. Хорошо, спасибо вам большое, уважаемые телезрители. Я напомню, что сегодня мы общались с юристом, с Ладой Вячеславной Рыбалко, депутатом Одесского районного совета, оппозиционная платформа «За жизнь», которая вот такие, как солнечные лучики, принесла такие новости и разъяснила, что не все так страшно, что привносятся сейчас, те нововведения привносятся сейчас в нашу жизнь. Спасибо вам большое. Я приглашаю вас в студию к нам еще. И готовьте интересные темы, потому что, ну, вот в этих вопросах, пожалуй, мало кто может объяснить. Спасибо большое.